МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска информационной программы Объектив – сеть магазинов Норд. Компания Норд представляет. Норд в центре. Норд в торговом центре Парус. Они пришли в самый центр города. Они здесь, чтобы сделать нашу жизнь удобнее. Они команда. Команда профессионалов, каждый из которых знает свое дело. Каждый день они помогают сотням людей сделать правильный выбор. Они встретят вас, как самых близких друзей. И предложат вам самое лучшее. Чтобы вы пришли сюда снова. И вы придете в Норд в торговом центре Парус. Потому что вам нравится удобная парковка в самом центре города. Вам приятно вежливое обслуживание. Вас покоряет достойный выбор. Вас удивляют низкие цены. Вам удобно делать покупки с помощью различных кредитных программ. Здесь все создано для того, чтобы вам было хорошо. Такой Норд. Только в торговом центре Парус. 30 лет волка СМ 12. Сегодня в выпуске. Новоселье через 25 лет. Три многодетные семьи получили новые квартиры. Пистолет не игрушка. Правительство РФ пожесточило контроль в сфере оборота оружия. Чемпионка мира из Ишима. Ольга Иванова покорила и Европу, и Японию. Этого дня они ждали десятки лет. 24 июля многодетные семьи Чубыкиных, Сырьевых и Климовых получили из рук главы Ишима ключи от новых квартир в 3-м северном микрорайоне. Семьи из категории малоимущих по 25-30 лет стояли в очереди на расширении же площади, ежегодно подтверждая справками свое положение. Валерия и Татьяна Климовы воспитали 5 детей. Недавно родилась первая внучка, а теперь вот и долгожданная квартира. Месяц назад сказали, но мы не верили еще ничего, пока мы с нами ключики не включили сегодня. Когда поверили? Вот уже когда ключи на руках оказались. Скажите, где ключи? Вот они. Хозяйник. Новостройки постепенно принимают обжитой вид. Детвора осваивают игровую площадку. И просторные квартиры по 70 квадратных метров готовы принять новых жильцов. Еще будут в этом году новоселы. И учитывая, что мы в этом году, если мы прошлый год вводили, будем говорить, в 2011 году 30 тысяч квадратных метров, в этом году мы намерены ввести 37 тысяч квадратных метров. Поэтому я думаю, что и в этом году еще будут новоселы. Хотя, конечно, очень долго идет оформление документов, сбор документов. И люди уже получают очень поздно по времени квартиры. Лучше поздно, чем никогда. В новом доме по Порфирьево 10 будут жить дети тех, кто еще во времена Советского Союза встал в очередь на жилье. Продолжение следует... Также до Ишимцев доводится информация, по каким вопросам нужно обращаться к участковому и для решения каких проблем. При этом, как отмечают сами участковые, граждане их встречают доброжелательно. Человек положительно относится к тому, что пришел участковый, значит, оставляет он себе информацию. Потому что человеку в дальнейшем будет проще обратиться по тому или иному вопросу. К тому же все основные поводы для вызова участковых обозначены в памятке, которую полицейские оставляют каждому жильцу своего участка. На сегодня посещено более 400 с половиной квартир и около 600 частных домов. Подобные встречи, они реализуют первоочередные задачи, которые были поставлены перед Министерством внутренних дел Российской Федерации на 2012 год. Это развитие и укрепление партнерских отношений с обществом и повышение уровня доверия граждан в рабочих, участковых, полномоченных полиции, территориального органа Министерства внутренних дел Ишимский. В рамках акции уже проведено 13 встреч с общественностью, на которых проводятся отчеты участковых перед населением. Также организовано изучение мнения населения о работе полиции. Составлено 115 социологических опросов, результаты которых обрабатываются и приводятся к сведению для усовершенствования отношений полиции-общества. Состояние торговли в Ишиме характеризуется как стабильное. С быстрыми темпами развития материальной базы, высоким уровнем оснащенности по всем товарным группам и устойчивая динамика розничного оборота. Об этом на коллегии администрации рассказал председатель Комитета по развитию потребительского рынка и предпринимательства Александр Пак. Так, число разновидностей продовольственных товаров превысило более 5000 наименований. Промышленных – более 10 000 наименований, сообщает пресс-центр администрации города. На сегодня торговая сеть развита в шаговой доступности. Обеспеченность торговыми площадями в Ишиме достаточно высока. Выше нормативного показателя в полтора раза. Главным становится вопрос качества услуг розничной торговли. До конца года планируется открыть новый торгово-развлекательный центр по улице Артиллерийской, общей площадью 11 000 квадратных метров, где будет расположен гипермаркет сети Мосмарт. Пока по стране ходят слухи о возможной свободной продаже огнестрельного оружия в России и люди высказывают мнение «за» и «против», в правительстве принимают меры по ужесточению контроля в сфере оборота оружия. Теперь гражданам, впервые приобретающим гражданское огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие, помимо обычных процедур, медицинской комиссии, заключения психолога, оформления разрешения на хранение оружия, нужно будет еще пройти специальную подготовку в образовательных учреждениях, перечень которых определяется правительством Российской Федерации. Жители нашей области научат правильно обращаться с пистолетами и ружьями в Тюмени, в Западно-Сибирском центре безопасности и в Западно-Сибирском межрегиональном центре безопасности. Обучение стоит около 5000 рублей, срок обучения один день. После того, как гражданин получил лицензию на право приобретения, хранения и ношения оружия самообороны, а также огнестрельного оружия, длинноствольного оружия ограниченного поражения, в течение пяти лет, после окончания пяти лет, он должен пройти опять так же в эту периодическую проверку, то есть на пригодность к этим знаниям. Исключение составляют лишь граждане, уже имеющие разрешение на хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия, также лица, проходящие службы в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания, либо специальные звания или классные чины, а также уволенные из данных организаций с правом на пенсию. Чемпионов мира украшают кубки и скромность. О том, что Ольга Иванова из Ишима выиграла в Японии открытый чемпионат мира по карате Кокосункай, на родине узнали недавно. Со дня триумфа прошел почти месяц, а широкой общественности о победе на татами мало что известно. Ольга в карате пришла семь лет назад. До этого занятия спортом присутствовали, но не были столь значимы. Речь шла о поддержании хорошей физической формы. Ее личным двигателем к успехам стали проигранные бои. Поражение меня заводит. Победа быстро забывается. Сейчас спросите, почему вы выиграли, как это, что это. Я скажу, не помню. А вот каждое поражение долго сидит, оно тебя мучает, оно приснится тебе во сне. Ты подумаешь, почему, как, в какой момент, что не так ты сделал. Прежде чем попасть в сборную России, Ольга выиграла чемпионат Европы в Венгрии в 2011 году, а годом ранее она стала третьей на Кубке мира в Испании. То есть первые года три у нас были так на раскачку, затянуть, заинтересовать, чтобы затравить, скажем так. Сейчас мы уже избирательно к этому подходим. Турниры лишние мы уже не на все турниры ездим, на те турниры, которые нам нужны. Потому что все-таки боицы возрастной у нас, Ольга, и нам нужно здоровье сохранить для будущих турниров. Мировой турнир проводится на родине каратэ Кокосюнкай как Олимпиада раз в 4 года. Летом 2012-го в Токио помириться силами собрались 170 человек из 30 стран. Главными фаворитами на соревнованиях международного уровня считаются Россия, Иран, Япония и Австралия. В связи с таким положением дел и родилась грустная шутка, что спортсмены из России ведут бой не только с противником, но и с судьями. У нас в судействе взяты отношения к России. Они, в общем-то, я считаю, что все равно, если ты русский вышел биться с австралийкой, допустим, я знала, что если будет равный бой, отдадут предпочтение австралийке, не мне. Почему? Ну, потому что русских... Слишком много нас в финале собирается. Надо и разводить, и тогда начинается, тут уже включаются человеческие факторы. Неприятный фактор такой, и поэтому я знаю, что когда я выхожу, я должна быть на голову выше, или я должна ее закончить раньше бой, чтобы вопросов не было никаких вообще у судейства. Президент Ишимской федерации каратэ Кокусинка и Владислав Карпачев заслуженно гордится победами учеников. Четыре года назад другая его воспитанница Анастасия Зрюмова заняла второе место на подобном турнире. Ишимский сэмпай готовит чемпионов мирового уровня. Спонсор выпуска информационной программы «Объектив» – сеть магазинов «Норд». Компания «Норд» представляет. «Норд» в центре. Ээээ... «Норд» в торговом центре «Парус». Они пришли в самый центр города. Они здесь, чтобы сделать нашу жизнь удобнее. Они команда. Команда профессионалов, каждый из которых знает свое дело. Каждый день они помогают сотням людей сделать правильный выбор. Они встретят вас, как самых близких друзей. И предложат вам самое лучшее. Чтобы вы пришли сюда снова. И вы придете в «Норд» в торговом центре «Парус». Потому что вам нравится удобная парковка в самом центре города. Вам приятно вежливое обслуживание. Вас покоряет достойный выбор. Вас удивляют низкие цены. Вам удобно делать покупки с помощью различных кредитных программ. Здесь все создано для того, чтобы вам было хорошо. Такой «Норд» только в торговом центре «Парус». 30 лет был КСМ-12. Завершение выпуска о погоде на выходные. 28 июля хранится комфортная температура воздуха. Ночью плюс 11, днем плюс 22. Ясно и без осадков. Северо-западный ветер 1,3 метра в секунду. Воскресенье плюс 12 ночью и плюс 23 днем. Ближе к вечеру интернет-синоптики обещают небольшой дождь. Покажи, на что способен ты. Расскажи, где сбываются мечты. Это мега-баттл, это мега-баттл, это мега-баттл, мега-мега-мега-баттл. Покажи, на что способен ты. Расскажи, где сбываются мечты. Это мега-баттл, это мега-баттл, это мега-баттл, мега-мега-мега-баттл. Открывай свои двери и зови друзей Хип-хап мочит яб, чтобы было памятней Софиты светят для бипуев бритва Как бритва, эмоции палитра Покажи нам, на что способен ты Накажи всех, выход из темноты Ты под огнями на прицеле у жюри Давай делай грязь, найди порошок сотри Затяни грозы потуже, это же музыка танца Покажи, на что способен, дай народу покачаться Выпусти на волю зверя, проверим На какой волне ты, не скула или стара Во время новые связки, зацени ты пацана Моя уверен, все получится, главное делай ман Мега баттл, ежегодный фестиваль Твой шанс быть душем, давай зажигай Покажи, на что способен ты Расскажи, где сбываются мечты Это мега баттл, это мега баттл Это мега баттл, мега-мега-мега баттл Покажи, на что способен ты Расскажи, где сбываются мечты Это мега-баттл, это мега-баттл, это мега-баттл, мега-мега-мега-баттл Дивальские метели не помеха этой битве Показать на что способен, что острее бритвы Подбитый бас, электро и брейк-данс Лучше я покажу класс, а кто-то в первый раз Биться за главный приз, зрители, рука вверх-вниз Жар, челета, атмосфера, салат, выкрыть Я и вис, те, кто дома завис, дивана подарим Вис на мега-баттл, быть может, твой главный приз Улицы наполнены черным воздухом победоносцы Бьют прямо в голову, удары сломлены Ниже звук, разрыв динамика, это мега-баттл Покажи себя, на что способен, чувствуй силы Тогда, где бы ты не был, знай, что будет бомба Это мега-баттл, ты истай свободный По городам голоса, поднимай руки вверх Поколение хип-хопа, двадцать первый век Покажи, на что способен ты Расскажи, где сбываются мечты Это мега-баттл, это мега-баттл Это мега-баттл, мега-мега-мега-баттл Покажи, на что способен ты Расскажи, где сбываются мечты Это мега-баттл, это мега-баттл Это мега-баттл, мега-мега-мега-баттл Субтитры создавал DimaTorzok